Когда о важных вопросах, проблемных, не только говорит человек-сведущий, то и восприятие его слов проходит совсем на другом уровне. Татьяна Якубович, председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки, действительно знает о том, что происходит в педагогической отрасли. В прошлом она – педагог с большим стажем. Основа ее выступления перед профессорско-преподавательским коллективом Брестского государственного университета имени Пушкина на поддержку учителей по линии профсоюза в образовании, которые насчитывают порядка 610 тысяч человек в 7 тысячах первичек. Мы самая массовая организация. Помимо того, что мы идеологический стержень нашей страны, мы еще к тому же мнение формирующие личности. Конечно, это наша основная работа. И среди, безусловно, всех членов профсоюза у нас на сегодняшний день 25% – это молодежь. Сегодня с молодежью нужно работать по-иному. Мы все это с вами прекрасно понимаем. И тот сплав, который сегодня у нас имеется, мудрости, опыта и молодости, он позволит нам, безусловно, и Центральному комитету, и вообще отрасли образования профсоюзным лидерам стать, ну, наверное, на ступеньку выше. Одним из достижений Татьяна Якубович считает участие профсоюза в работе над новым кодексом Республики Беларусь об образовании, а также она обратила внимание на роль отраслевого соглашения и местных коллективных договоров. Сегодня возможностей у профсоюзов стало намного больше. Среди 15 отраслей наше соглашение между Центральным комитетом и Министерством образования самое лучшее, потому что мы из генерального соглашения, которое подписывается между вице-примером, союзом нанимателей и председателем Федерации профсоюзов, мы смогли со своими социальными партнерами, мы работаем очень плотно и очень тесно, мы смогли перенести более 40 статей. И, конечно же, в связи с новыми условиями оплаты труда, то есть наш всем известный, уже даже кто-то его и не хотел узнать, он узнал, указ номер 27, он постановление наше 71, по которому мы работаем, где у нас прописаны стимулирующие, компенсирующие выплаты для педагогов. Там у нас очень четко в каждом учреждении образования расписаны положения, за которые производится дополнительная оплата. То есть у нас сегодня даже есть возможность по контракту доплачивать 50%, и мы к этому очень последовательно идем, не 100% мы этого еще не добились, но очень последовательно мы к этому идем. Плюс у нас уменьшилось вообще количество контрактов, которые заключаются на один год. То есть в целом сегодня, если наш педагог вообще мотивирован и хочет заработать эти деньги, он и безусловно заработает. Подчеркивалось, что количество контрактов, заключенных с педагогами, на один год значительно сократилось. Появилась возможность мотивированным педагогам получить значительные прибавки к жалованию. Руководитель учреждения образования сейчас имеет право дифференцированно подходить вообще к каждому педагогу. Сегодня, если у нас учитель просто урокодатель, это один вопрос, или по состоянию здоровья он не может выполнять какую-то, например, общественную нагрузку, не может готовить к международным олимпиадам, это один вопрос. А если человек действительно занимается всеми этими направлениями деятельности, он может, в принципе, получить в два раза больше, чем обыкновенный учитель, урокодатель. Это очень важно. Мы этим гордимся, потому что на самом деле и мотивация педагогов возрастает. Я думаю, что в нашей отрасли очень мало, или очень мизерный процент вообще людей, которые не мотивированы, потому что педагог – это звучит гордо. И мы очень счастливые люди, потому что мы работаем с молодыми людьми, и нам нет вообще возможности стареть душой.